Местная продукция пользуется спросом. Акционерное общество мясопродукты выходит на соседние рынки сбыта. Руководство предприятия заключило договоры на поставку консервов, мясных и колбасных изделий в крупные торговые сети Архангельской и Кировской областей. Об этом сообщила генеральный директор Тамара Критская на еженедельном совещании при губернаторе округа. Первый крупный договор мясопродукты заключили с торговой сетью продуктовых магазинов «Гарантс 21 век». Компания имеет 70 магазинов по всей Архангельской области, рассказала Тамара Критская. Отправили уже первую партию консервов в ассортименте. Сейчас готовим полтонны колбасы в ассортименте. Также с Кировом заключили договор сеть магазинов «Глобус». Там 120 магазинов по Кировской области. Тоже будем поставлять нашу продукцию. Кроме выхода на соседние рынки сбыта, предприятия уже строят планы на предстоящую убойную кампанию. В СПК региона направлены предложения о закупке сырья. У зельхозпредприятий в минувшем году было закуплено свыше тысячи тонн мяса северных оленей. Выручка оленеводческих хозяйств составила порядка 140 миллионов рублей. В ходе оперативного совещания глава региона Игорь Кошин поручил начать планомерную замену уличного освещения в столице региона и поселке Искателей. Особенно это касается дворовых территорий, подчеркнул губернатор. По словам исполняющего обязанности главы города Дмитрия Анохина, проработка данного вопроса уже идет. Какая помощь от округа нужна, Алексей Анатольевич, скажите максимальную помощь. Причем посмотрите, чтобы там не делили, это городская, там это окружная, то есть совместно, чтобы весь город накрыть. Хорошо? И если будет такая необходимость, тогда подключите к этому вопросу еще и поселок Искателей. Хорошо? Потому что освещение это основное. Особенно, я говорю, сейчас вот октябрь-ноябрь вообще будет сложно, когда еще снега не будет. Это и безопасность и все остальное. Напомню, уличное освещение должно быть обеспечено в темное время суток, в период с 14 августа текущего года по 5 мая следующего года. По словам исполняющего обязанности главы города Дмитрия Анохина, Чистый город уже начал подключение уличного освещения в Наринмаре. В первую очередь предприятия обеспечивают включение линий электропередач, освещающих автомобильные дороги и междворовые проезды, затем все остальные электролинии. Не оставили без внимания и ситуацию со свалкой вискателей. Глава региона поручил активизировать работу по тушению и полностью ликвидировать возгорание. По словам начальника главного управления МЧС России по Неницкому округу Виктора Ивкина, на утро вторника на месте пожара остались отдельные локальные очаги небольшой площади. Всего у нас было 850 квадратных метров горения. На настоящий момент горение составляет 60 метров. И тушение затруднено тем, что необходима тяжелая техника для разбора всех завалов и достаточной проливки этих мест. По словам Виктора Ивкина, работы по тушению и возгоранию идут ежедневно с 10 часов утра до 8 часов вечера. Ирина Цепетова, Владислав Носкин, Телеканал Север.